Заранее заключить договора, чтобы не было проблем с поставками лекарств, порекомендовал заместитель премьер-министра Казахстана по владарским медикам. Также Бердебек Сапарбаев оценил работу станции скорой помощи. Народы у женщины 29 лет. Когда машина подъехала? В 10.04 вызов отдали, поехала под станцию 26-я бригада. Сейчас где находится машина? Под станцией номер 2. Сейчас она уже подъезжает. Она доезжает уже к вызову. Заместителю премьер-министра рассказали, до пациента скорая доезжает в течение 7 минут. На загородных трассах за 12. Это одни из лучших показателей в республике. В сутки повладарская служба 103 обслуживает 700-800 вызовов. Она первая в стране вела функцию удержания звонка. Дистанционно помогли спасти жизни более 70 пациентов. Бердебек Сапарбаев меж тем провел совещание с медиками. Главная тема – переход на страховую медицину. В Павлодарской области наблюдается повышение информированности населения внедрения в СМС с 52,6 до 85,6%. Вместе с этим наблюдается уменьшение положительного восприятия в СМС с 85,7 до 61,4%. А также увеличивается отрицательное восприятие системы СМС с 7,1% до 24%. То есть это для нас такой тревожный звонок, над которым нужно будет усиленно поработать. А руководство управления здравоохранения пожаловалось на дефицит финансирования медорганизаций. По их данным, на зарплаты и ведение хозяйственной деятельности не хватает 2 миллиардов тенге. Причина – самый низкий в стране подушевой тариф на одного городского пациента. Однако в фонде медстрахования напомнили – для сельской зоны в регионе, напротив, самый высокий показатель. Сообщили – деньги перечисляют как положено по договору. И если есть проблема, то она, скорее всего, в менеджменте. Второе. Заключен договор на 12 месяцев работы, но оплата предусмотрена всем медицинским организациям по линии ХОМС за 11 месяцев работы. И эту сумму нам в этом году не планируют профинансировать. В свою очередь медорганизации сами задолжали единому поставщику лекарственных препаратов 502 миллиона тенге. Заместитель премьер-министра дал поручение руководству области решить до конца года все финансовые проблемы в сфере здравоохранения. Нам что надо сделать? Нам надо, чтобы в ноябре, в декабре мы заключили все контракты, все договора на следующий год. Для того, чтобы в январе, в феврале у нас по отношению к обеспечению лекарствам никаких проблем не было. У нас ежегодно проблемы. Инсуллюлина нет и начинаем искать, кричать и так далее. Это не должно быть. Также Бердебек Сапарбаев поручил донести до каждого жителя региона, что в следующем году Казахстан переходит на страховую медицину. Особое внимание тем, кто еще не определился со статусом и поликлиникой. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Продолжение следует...